алло добрый день слышно меня ответьте плюсиками в чат очень хорошо у меня были технические проблемы которые я не смог установить восстановить систему так сказать не смог поэтому сегодня будет больше разговор нежели чем демонстрация монитора и окон веб-браузера поэтому первый вопрос который будет рассмотрен это своповые позиции то есть перенос позиции через ночь тройной своп и рассмотрены будут очень вкратце потому что эта тема уже рассматривалась но эта тема не отделима от хеджирования то есть в этом случае я демонстрирую защиту позиции как возможность поддержания долгосрочной позиции с учетом положительных свопов таким образом положительные свопы при хороших уровнях входа в позицию по инструментам которые имеют положительный своп всегда выгодны для трейдера это вкратце о свопах теперь другой вопрос вопрос о хеджировании позиций этот вопрос также был рассмотрен на одном из вебинаров поэтому я вкратце лишь остановлюсь на нем и продолжим тему вебинара каким образом происходит вычисление позиции трейдера для успешной торговли значит хеджирование позиций очень часто происходит по инструментам которые предоставляет брокер и инструменты по которым уплачивается однократная комиссия инструменты которые имеют экспирацию в течение нескольких месяцев для примера хеджирование позиции по индексу S&P NASDAQ обычно совершается против входа пары американский доллар японская иена в этом случае необходимо учитывать так называемые коррекции рынка технические коррекции рынка когда все брокеры одновременно выходят из инструмента то есть совершается коррекция рынка по всему спектру инструментов представленных брокером отсюда проясняется позиция по возможности заранее распознать развороты рынка и совершать определенные действия то есть сейчас мы наблюдаем техническую коррекцию по всему рынку соответственно время для открытия позиции не очень благоприятное как можно распознать то что рынок готовится к коррекции это уже второй вопрос вебинара распознать рынок который готовится к коррекции можно по рейнджу или размаху цены между различными инструментами для этого существуют специальные технические индикаторы в частности рейндж между индексом S&P и индексом NASDAQ к тому же если наблюдается вялый рост индекса евро стоков и избыточный рост евро то это говорит о том что евро и евро стоки будут готовиться к технической коррекции эту ситуацию мы видим в сегодняшнем дне каким образом можно совершить защиту депозита депозит можно защитить в этом случае через закрытие всех открытых позиций или же то есть возвращение в свой торговый счет или же закрытие прибыльных позиций вне зависимости от убытков и разворот для защиты убыточных позиций это второй способ но прежде всего необходимо знать что защита совершается не локовыми позициями потому что длительность технической коррекции это может быть время и ценовые уровни на которых происходит техническая коррекция трейдеру неизвестны то есть чем больше у вас локовых позиций и перезаходов скажем по убыточным позициям в дополнительную продажу или покупку тем больше вероятность слива депо поэтому трейдер должен четко имея торговую систему ориентироваться на ее сигналы и никогда от них не отступать таким образом он сможет защитить позиции то есть позиции в этом случае подразумевается его личный счет и в дальнейшем искать возможность для восстановления или потерь или получения дополнительной прибыли попрошу по этим двум озвученным позициям задавать вопрос в чат я постараюсь на них ответить попрошу вопросы в чат задавать в чат и подождать ну если вопросов по озвученным позициям нет продолжим то есть я так сказать предполагаю что трейдеры присутствующие на вебинаре не очень подготовились почему потому что эта тема является очень важной swap и hedge торгуем ренч защита депозита локовые позиции это я сейчас перечисляю некоторые аспекты предыдущих вариантов и поэтому я хотел бы выяснить такую ситуацию насколько вам понятна тема сегодняшнего вебинара ну давайте еще раз по свопам и хеджу свопы это перенос позиции через ночь трейдерной своп среда четверг и выходные дни хедж это защита депозита трейдера по противоположно двигающимся инструментом в том числе индексом пара американский доллар и японская иена индексы snp и nasdaq курс евро по отношению к доллару и евро стоки евро стоки в этом случае сравниваются с индексом германии с даксом поэтому если эти вопросы вам непонятны то давайте перед прервемся на пять минут вы продумайте все то что я сказал и продолжим сегодняшний вебинар тогда продолжим то есть по свопу и хеджу понятно уже теперь по рейнджу рейндж это размах цены рейндж может быть на одном инструменте на одном баре на одном таймфрейме хай-лоу это рейндж размах цены рейндж может быть между сходными инструментами в одной группе на примере продуктовых контрактов пшеница и кукуруза то есть если рейндж увеличивается стандартное явление рейнджа это пшеница дороже кукурузы но если кукуруза начинает опережать рейндж пшеницы то рынок готовится к коррекции то есть ценовые уровни разница между одними в одной продуктовой группе на примере кукурузы и пшеницы как сокращение процентного соотношения цены между торгуемыми контрактами понятно да также рейндж может быть между евростоками индексом DAX и курсом евро американский доллар обычная стандартная позиция по рейнджу как хеджирование позиции это сокращение рейнджа между американским долларом японской иеной и индексами американского рынка в большинстве случаев это десятка S&P и NASDAQ если наблюдается движение цены по USD япон и индексом S&P NASDAQ в одном направлении это говорит об избыточном предложении валюты то есть по американскому доллару известно что выпущено избыточное количество долларов это раз что американская экономика тормозит развитие это два стоимость доллара высока по отношению к иене то есть интервенции японского центробанка на рынок как продажа японской иены за счет этого рос американский доллар это было недавно оговорено интерфаксом как начало экономических войн то есть государства имеющие независимую валюту заливают рынки собственной валютой продают другие страны то есть совершают валютные интервенции за счет валютных интервенций дорожает их внутренняя продукция для внешнего рынка а продукция куда интервированы средства иностранные испытывают трудности с избытком ликвидности то есть в этом случае для экспорта страны производителя условия ухудшаются это понятно да я буду иногда переподключаться потому что технические проблемы продолжаются но постараюсь провести вебинар на достойном уровне и ожидаю по озвученным прежде позициям вопросов от слушателей я частично повторяю темы предыдущих вебинаров к этим вебинарам имеют доступ слушатели гол клуба поэтому я надеялся что вы внимательно смотрите вебинары у вас формируются некоторые вопросы и после этого я ожидаю на следующем вебинаре который вот скажем нынешний уже с готовыми вопросами почему потому что мне как преподавателю на добровольной основе необходимы некоторые ответные реакции если каждый раз из раза повторяюсь об одном и том же то это говорит о том что слушатели не очень внимательно готовятся к вебинарам поэтому мне интересны ваши вопросы и ваши отношения к проводимым вебинарам к сожалению терминал я пока не смог переустановить поэтому я буду больше и рисовать и рисовать по озвученной теме это понятно да то есть если у нас есть расширяющийся рейндж как стандартное явление хеджирование позиции по доллару падение стоимости индексов NASDAQ и S&P кстати NASDAQ падает гораздо быстрее чем S&P то мы имеем нормальную трендовую ситуацию если если при повышении стоимости доллара и повышении индексов доллар S&P и NASDAQ то это говорит об избыточном предложении валюты и завышенной стоимости индексов на примере американский доллар японская иена значит вскоре произойдет техническая коррекция и возможно по всем инструментам глубина глубина общей коррекции рынка в этом случае неизвестно поэтому трейдеру лучше всего или закрыть все позиции зафиксировав или прибыль или убытки или или же зафиксировать прибыль и по убыточным позициям совершить добавление позиции то есть если вы стояли в продаже то закрываем все покупки если вы стояли в покупках потерпели убытки то закрываем все продажи то есть соответственно трейдер должен прежде всего ориентироваться на торговую систему которая у него в наличии и на четкое соблюдение правил который он записал в торговую систему тогда и тогда захожу в рынок тогда и тогда выхожу из рынка соответственно если правила соблюдены то реальный трейдер всегда выясняет наличие на инструментов наличие на рынке инструментов которые двигаются в одном направлении или имеют разноход если часть финансовых инструментов растет а часть падает то это возможность для хеджирования если же на рынке начинается техническая коррекция то трейдеру лучше всего зафиксировать позиции уйти так сказать в наличный счет в этом случае в дальнейшем при определении тренда трейдер сможет или купить инструменты или продать инструменты то есть такова вкратце схема защиты трейдерам собственного депозита и эта схема позволяет всегда минимизировать убытки определять тренд определять ход инструмента и наличие тренда по выбранному инструменту если если рынок находится в коррекции то трейдеру лучше всего оставаться в наличных средствах до определения тренда следующего то есть работать по торговым системам на пробой уровня на отбой от уровня или же на торговлю в ценовом канале то есть это три схемы для успешной работы трейдера это понятно это понятно и и и и и и и и у меня сейчас слышно плюсиками ответьте в чат по контин металли передач на и и и и и и а продолжаем вебинар с некоторыми перерывчиками к сожалению система не до конца еще установлена это сбой был сегодня поэтому мне нужны ваши вопросы по озвученной позиции прежде то есть по тем положением защиты депозита хеджа и рейнджа по инструментам по тем инструментам которые торгуются в рынке поэтому не прежде всего интересуют ваши вопросы то есть ценовые уровни работа по инструментам которые движутся в одном направлении хеджирование позиций по инструментам которые движутся в противоположном направлении и по группе инструментов которые торгуются в одной так сказать корзине на примере продуктовых товаров это пшеница и кукуруза то есть понятие о об открытии позиции на пробой уровня или вверх или же вниз а также на работу внутри диапазона то есть это три стратегии которые позволяют трейдеру находиться в рынке сейчас я заменю стрелочку и продолжу и продолжу то есть здесь позиция открывается на пробой уровня эта позиция эта позиция открывается на пробой уровня и это техника работы внутри рейнджа по одному инструменту хеджирование по противоположно двигающимся инструментам выяснение рейнджа между товарными контрактами в одной в одной группе на примере продуктовой группы пшеницы кукуруза и защита трейдерам собственного депозита это понятно очень хорошо тогда продолжаем значит выяснив наличие в рынке инструментов которые соответствуют прежде высказанным условиям трейдер может применять несколько техник для защиты собственного депозита то есть это своповые позиции положительные свопы и инструменты тройные свопы среда четверг и выходные хедж по финансовым инструментам и по индексам сужение рейнджа между продуктовыми контрактами на примере пшеницы кукурузы то есть процентное уменьшение или увеличение цены между двумя инструментами пшеницы кукуруза то есть это свидетельствует всегда о том если мы наблюдаем движение донаправленное инструментов и индексов о том что рынок готовится коррекция еще раз повторяюсь это валюта USD япон и индексы американские если они движутся в одном направлении в частности повышение цены то вскоре будет техническая коррекция трейдеру лучше всего выйти из открытых позиций и зафиксировать любые показания на собственном счету в дальнейшем после того как коррекция закончится появится благоприятный новостной фон трейдер при наличии хорошей торговой системы и ее правил сможет восстановить убытки или увеличить собственную прибыль то есть техники очень просты и эти техники всегда позволяют минимизировать убытки увеличить прибыль определить направление движения рынка и соответственно принять решение о входе в рынок из наличных средств из аккаунта открыть позицию на покупку или продажу это понятно да тогда продолжим сегодняшний вебинар мне от вас конечно очень хотелось бы услышать вопросы я иногда обращаюсь к темам предыдущих вебинаров почему потому что в принципе вебинары предназначены для слушателей гол клуба поэтому я считаю что вы с вебинарами которые проводятся для гол клуба уже ознакомлены и у вас есть вопросы поэтому давайте этот вебинар так сказать потратим на ваши вопросы и на конкретные ответы по озвученной теме хедж и рейндж нет свопы и хедж рейндж и защита депозита но я смотрю вопросов нет у вас практически поэтому что я могу сказать то есть скорее всего слушатели так сказать приходят просто послушать активных трейдеров маловато я очень попрошу на следующий вебинар получше подготовиться потратить я трачу личное время потратьте ваше личное время хотя бы на изучение вкратце основных положений вебинаров которые были проведены прежде потому что тема о свопах и хеджи и рейнджи очень серьезная ее хорошее познание этой темы позволяет трейдеру успешно работать в рынке то есть совершать правильные сделки определять тренды направления коррекционные зоны определять новостной режим то есть защищать собственный депозит депозит для трейдера является основной заботой техники которые я сегодня озвучил на этом вебинаре очень просты вкратце они содержат практически весь материал который был изложен прежде поэтому прошу ваши вопросы следующий вебинар будет немного сложнее чем этот почему потому что я сейчас начал читать циклы по четыре пять вебинаров которые достаточно схожи по теме но которые включают основные положения прежде проведенных вебинаров поэтому давайте к следующему вебинару который будет проведен одиннадцатого числа и о котором вас известят заранее по следующей теме то есть как вы видите сегодняшний вебинар свопа и хедж рейндж является продолжением началом следующего вебинара хеджирование позиций инструменты то есть ссылка которую я дал это регистрация на следующий вебинар поэтому если вопросов сейчас у вас нет благодарю за внимание хорошо подготовьтесь к следующему вебинару подготовьте вопросы с них мы и начнем я постараюсь ответить на все заданные вопросы благодарю за внимание удачи в торговле спасибо 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 красавто и спасибо